Так, сейчас мы находимся в городе Колпино. Вот этот двор я всегда прохожу, идя к подруге. Ну такой двор, что просто слов нету. Какой красивый. Всегда столько цветов. Разнообразные. Очень красивые. И вот вход в подъезд. Арка. Вот такие жильцы здесь. Молодцы. Вот такие. Очень. А там да какое дерево. Какое красивое. Яренькие. Как я давно хотела этот двор фотографировать. Меня зовут Анастасия Титова. И я из города Санкт-Петербург. Я отзывчивая. Я откликаюсь, когда меня просят о помощи. Стараюсь помочь людям, даже если они мне иногда не знакомы. А есть у тебя братья, сестры? К сожалению, нет пока. Но как бы я усиленно упрашиваю родителей. Ну ладно. Я думаю, если ты выиграешь этот конкурс, родителям придется исполнить это обещание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok В 1941-1942 годах шли ожесточенные бои. Ни дня не проходит, чтобы не нашли останки очередного бойца Красной Армии или предмета амуниции. Вот ботинок, в нем ступня, пальцы ног, полная ступня в ботинке. В 1941-1942 здесь шли страшные бои, поэтому находок тут всегда много. Только за 10 дней поисковики обнаружили фрагменты предметов и останки уже 27 воинов Красной Армии. Стандартный набор амуниций советского бойца. Лопатки, подсумки, перевязочные пакеты, ремешки, ну и ботинки, как правило. Раскопки проводят в районе второго противотанкового рва. Это 18-километровый оборонительный рубеж. Сутками здесь работали женщины и подростки. Его собирались прорыть до Пушкина, но не успели. Немцы уже заняли позиции в Стрельне. Здесь пролегла линия обороны 55-й армии Ленинградского фронта. Бои с огромными потерями, которые можно сравнить с операциями по прорыву блокады. Главными находками поисковики считают все-таки не предметы, а именно останки. Потому что работы проводят здесь, чтобы потом их бережно захоронить на мемориальном кладбище, что неподалеку, в поселке Понтонный. Евгений Алексеев, Дмитрий Тимофеев, последнее известие, Колпинский район. Птицы летают стайками остро, а я иду пинаю найками воздух. Птицы летают стайками остро, а я иду пинаю найками воздух. Птицы летают стайками остро, а я иду пинаю найками воздух. От улитки солнечной окон перестанет плакать в самой грустной дождь. Добрый лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. Когда наверняка вдруг запляшут облака, и в кузнечик запиликает на скрипке, с голубого ручейка начинается века, ну а грустно начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а грустно начинается с улыбки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Добавляем! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, выходим ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, подожди секунду Отойди от номера вот здесь, и мы с тобой будем разговаривать в управлении завтра ДимаTorzok 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 ДимаTorzok